В церемонии открытия памятной доски по случаю присвоения малой магистрали имени Геннадия Фадеева у юных железнодорожников начался сезон производственной практики. Старт я дал лично бывший министр Геннадий Матвеевич. Он вручил руководству детской железной дороги сертификат в 1 миллион рублей на развитие, а также пожелал школьникам преуспеть в освоении железнодорожного дела. Все время хочется подумать, а что завтра будет. Вот завтрашний день железных дорог, он формируется здесь. Знаете, это не обязательно, чтобы он пошел машинистом, проводником и так далее. Вот это время, которое посвящено, так сказать, этой грамматике, которая здесь по железнодорожному транспорту, не потому что из него надо делать железнодорожное, он сам выберет себе путь. С инициативой присвоить имя дважды почетного железнодорожника малой железки выступила ветеранская организация Забайкальской ЖД. Впоследствии идею поддержало и руководство компании РЖД. Конечно, личность для железнодорожного транспорта выдающаяся. Много сил отдано транспорту. Транспорт в этот период времени активно развивался. И мы с сентября месяца активно начали позицию по присвоению Свободневской детской железнодороги такого почетного звания. И уже к декабрю месяцу мы получили все соответствующие разрешения от центрального аппарата нашей компании с города Москвы. И начали активную работу. В честь исторического события почетные гости оставили отпечатки правой ладони. Из них потом создадут арт-инсталляцию. Руку к этому приложили первый президент РЖД, начальник Забайкальской железной дороги и юный железнодорожник. Также в церемонии принял участие председатель законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов. Он отметил, что каждый год обучения на детской железной дороге проходит почти полторы тысячи детей. Большая часть выбирают эту профессию для жизни и продолжают обучаться в вузах и СУЗах по специальности. Может быть много кто из них определится и пойдет дальше развивать себя в этой системе на уровне среднего профессионального образования, высшего и пополнит ряды наших амурских железнодорожников, нашей Забайкальской магистрали. Сегодня это очень актуально. У нас идет вторая очередь расширения полигона Восточного. Строится вторая ветка БАМа и такие кадры нашей экономике нужны. А кадры надо растить сегодня, с молодого, с детства. Символичный первый сигнал на посадку в этом сезоне дали Геннадий Фадеев и юная железнодорожница Елизавета Булгакова. Здесь в следующем году начнут строить новое пассажирское здание станции «Юность». Сертификат на его возведение стал подарком от РЖД. Руслан Козловский, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.